Итак, докладываю. Из 69 членов областного комитета партии на 3-й плену прибыло 63 человека. Ворога нашей работы есть. В работе плену принимают участие депутаты Государственной Думы, Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Законодательного Собрания Омской области, депутаты Омского городского и местных советов Омской области. Коммунистическая партия Российской Федерации – единственная политическая партия в Омской области, которая была представлена во всех созывах Законодательного Собрания Омской области, Омского городского совета, большинства сельских районных советов. Практически ежегодно мы с вами проводим различные форумы по этой тематике – пленумы, семинары, съезды депутатов, цель которых – координировать деятельность нашего депутатского корпуса, обмен опытом по защите социально-экономических интересов жителей Омской области. В их работе всегда принимают участие депутаты Государственной Думы, сектори Центрального Комитета Партии, наши товарищи из других регионов. В составе фракции КПРФ Законодательного Собрания – 10 депутатов. Мы ставим задачу, чтобы на каждом заседании Законодательного Собрания звучал голос фракции, либо законопроект, либо поправка, либо заявление, вопросы руководителям правительства Омской области, различным подразделениям. Несмотря на значительный численный перевес Единой России, фракция Единой России составляет 27 депутатов, нам удалось за этот созыв, за эти уже практически 3 года работы, добиться отмены ограничения на количество поездок в общественном транспорте для тружеников тыла, принять закон Омской области, определяющий статус детей и сирот войны, восстановить коммунальные льготы сельским работникам здравоохранения, не допустить ужесточения законодательства на проведение публичных мероприятий, заставить правительство Омской области принять конкретные меры по решению проблем обманутых дольщиков, не дать власти установить памятник Палачу Колчаку, но здесь, я думаю, еще вся борьба будет впереди, хотя на этом этапе мы все эти попытки отбили. Вместе с депутатом Государственной Думы Кравцом Александром Алексеевичем через областной Верховный суд сумели добиться пересмотра тарифов ОДН по холодному и горячему водопотреблению. Принять закон Омской области об использовании знамени Победы на территории Омской области. Теперь в день Победы советского народа в Великой Отечественной войне над всеми административными зданиями Омской области должен быть поднят советский стяг. Мы подошли к критической черте в экономике, когда наша экономика уже не способна содержать государство. Вот упала цена на нефть и в бюджете оказался трехтриллионный прорыв, который заткнуть нечем. По идее его затыкать эту дырку надо было бы реальным сектором экономики, производить свою продукцию. А производить мы ничего не можем. Вот смотрите, страна в декабре подошла к стагнации, когда остановился весь реальный сектор экономики. Мы разработали антикризисную программу. Мы ее вручили Шувалову. Где написали пошагово, я уж не буду сейчас подробности рассказывать, она со мной, она уже опубликована. Мы пошагово расписали, что надо сделать. Ну в первую очередь учредить валютный контроль. Потому что эти спекуляции так и будут продолжаться. Нефть и доллары будут поступать в страну, эти доллары будут скупать банки и отправлять за рубеж. И все. Но, как сказал Путин, никакого валютного контроля не будет. А раз не будет, тогда ключевая ставка так и останется на уровне 17%. Ну сейчас они на 2% ее понизили. Так и будут недоступными кредиты. У нас идет ликвидация народного образования. Если вот до сих пор было закрыто половина детских садов, 43 тысячи. В прошлом году, несмотря на то, что построили 420 детских садов по всей России, 1400 закрыли. Закрыли 1100 школ. Закрыли 400 ПТУ, которые уменьшились и без того в 4 раза. Закрылось 220 техникумов. И вот эта вот ликвидация всего народного хозяйства, здравоохранение, образование, она так и продолжается. Ну, если будут вопросы, я отвечу с удовольствием. Спасибо. Я с группой экспертов, аналитиков. В течение, честно говоря, не очень продолжительного времени, но я думаю, что поработали мы достаточно эффективно. И проанализировали, что же происходит у нас с экономикой в области. Основной акцент будут делать не на промышленности и на сельском хозяйстве, а больше коснусь вопросов потребительского рынка. Динамика цен вызывает особую озабоченность у всех групп населения. Цены на основные потребительские товары с января 2014 по январь 2015 года выросли на 13,4%. В округе, в Сибирском, 11,5%. Для сравнения, на 2013 год рост цен в Омской области составил 5,2%. В Сибирском федеральном округе 8,7%. В основном, рост цен произошел на потребительские товары на 18%, в Сибирском федеральном округе 15,8%. В том числе, мясо и птица на 23,9%. Рыба, морепродукты 24,5%. Сахар 66,6%. Крупа и бобовые 59,4%. Макаронные изделия 25,9%. Плодовощная продукция, включая картофель, 31,9%. Попытки объяснить рост цен за счет санкций и курса рубля-доллара не выдерживают никакой критики. Ведь речь идет о продуктах, которые производятся и реализуются исключительно на внутреннем рынке. Давайте будем поконкретнее и почетче в тех данных, которые будут подчеркивать, что же данная власть сделала к снижению уровня жизни населения. Спасибо. Фракция КПРФ в Омском городском совете насчитывает 10 депутатов. Из общего количества депутатов городсовета 40, то есть 25%. Это недостаточно для того, чтобы принять решение фракции, даже недостаточно для того, чтобы заблокировать какую-то работу городсовета. Но, тем не менее, мы работаем. И очень часто случается, когда Единая Россия, а она имеет большинство в городском совете, проводит свои решения буквально 22-24 голоса. То есть очень жалко, что у нас не хватает 2-3 голоса для того, чтобы блокировать решения Единой России, которые направлены в основном именно против наших избирателей, против города. Но, тем не менее, работа нашей фракции очень заметна. С ней считается и власть, так же считаются и другие фракции. Ходят на консультации, ходят, советуются. Зачастую именно решение нашей фракции является решающим, когда для решения особенно необходимо 2-3 голосов по некоторым вопросам. Или когда во фракции Единая Россия нет единогласия. А такое тоже случается довольно часто. И там наши голоса уже весомые и решения получаются именно в нашу пользу. Считаю актуальным создание ассоциации муниципальных сельских депутатов для плодотворного продвижения идеи партии в сельские поселения. У нас имеется положительный опыт. В 2013 году на выборах Совета сельского поселения в поселке Ключи из 10 кандидатов 6 избраны коммунистов. Вижу необходимость в консультативной работе с избранными депутатами по вопросам, возникающим на местах ежедневно. Данная необходимость обусловлена тем, что данные депутаты-коммунисты представляют коммунистическую партию в селах и должны быть партийно грамотными. Основная же проблема кандидатов в муниципальные сельские депутаты это отсутствие мотивировки к общественной деятельности. Особенно сегодня, когда местное самоуправление на селе превратилось в местечковое самовыживание. Изучив данные избиркома за выбранный 10-й год, например, в Совет Омского района, а это пригородный район, из 18 округов на двух было всего лишь по одному кандидату. Что же говорить о выборах в депутаты сельских поселений? Также хочу поздравить всех присутствующих женщин с наступающим весенним днем и всех присутствующих фронтовиков с наступающим юбилейным победой советского народа над фашистской Германией. Спасибо. Спасибо, господин Сергеевна. Благодаря помощи Абкун-ТВ мне, как депутату, лично удалось заставить, наконец, нашего губернатора области выполнить данное им в 2011 году обещание о газификации нашего поселка, рядом с Крутинкой расположенного. Мы его в простонародье называем поселок Бам. Додавили полтора года. Я понимаю так, оглядываясь назад, что если бы не взялись, если бы не утеяли бы мы вот эту вот кутерьму, все так бы бамовцы наши жили без газа. Поэтому универсальным, в принципе, методом работы личная заинтересованность, настойчивость. Введя камеру под мышку и пошел по своим избирателям. Где-нибудь, чего-нибудь все равно всегда отыщется и тема для депутатской деятельности всегда найдется. Лично для меня коммунизм, как явление, скажем, в целом, в планетном масштабе, это некоторый предохранитель цивилизации. Мы не даем откатиться в варварство. Мы пытаемся не дать откатиться в варварство. На нас, вот как на Атланта, лежит эта ответственность. И даже каждый маленький муниципальный депутат это просто должен осознавать и помнить. Вот примерно так. Надо стряхнуть стереотипы, надо по-новому взглянуть и искать новые способы и методы борьбы. Потому что мы попали в ситуацию, которой у нас не было фактически 20 лет, а именно с середины 90-х годов, когда госвласть была слаба, когда все структуры были в стадии брожения, сегодня в чем-то похожесть. У нас явно идет разложение административных структур, аппараты не дееспособны, не боеспособны. И в этих условиях для нас, как партии, которая создана для борьбы за власть в интересах абсолютного большинства народа, складывается благоприятная ситуация. Но это не означает, что оно все само по себе решится. Мы не можем не рассчитывать на какие-то серьезные результаты там в верхних эшелонах представительной власти, если мы с вами не прибавим, резко прибавим внизу. А для этого нужна активизация каждого коммуниста, каждого ныне действующего депутата. Потому что так даже помножить те 176 депутатов поселкового уровня, если они за это время смогут повезти за собой полсотни человек, то у нас сразу решается проблема закрыть избирательные участки. У нас в области тысяча почти 800 избирательных участков, а в партии у нас две тысячи коммунистов. И вы знаете, каков возрастной состав и сколько из них могут выдержать выборную кампанию. И вы знаете, что сегодня контроль на выборах, я уже не говорю об искусстве агитации, контроль на выборах это профессиональная работа. Потому что нас с вами обыгрывают. Мы и в городе побеждаем, но даже в городе не можем удержать результаты свои. А уж на селе, когда человек должен 24 часа почти находиться, или даже 10 часов, а у него там корова мычит, или там надо покормить поросенка и все прочее, там нас объегоривают по-чистому. И там в деревнях, где осталось 3 человека, а потом в выборах окажется в десятки раз больше людей, проголосовавших, и ничего не сделаешь, потому что у них там до вас собственность, они там голосовали по открепительному талону. Или досрочно проголосовали. Над этим всем надо работать. Дорогие друзья, вот произошел, так сказать, обмен мнениями. С точки зрения общероссийского результата мы с вами неплохо смотримся. С точки зрения того, что мы можем и должны, конечно, никуда не годится. Я вам напомню, были времена, когда мы были во многих случаях гораздо слабее во всех отношениях, инфрационном, материальном и так далее. Но в городе Омске мы побеждали на выборах, когда выборы были только по одномандатным округам. Когда в области мы два раза, два цикла из 32 районов брали, в первом случае 18, глав администрации, во втором случае 17. Были те же люди. Да, к сожалению, очень многих теперь уже нет с нами, время неумолимо. Но просто вспомните свое боевое славное прошлое и перестаньте смотреть на те результаты, в которые вы уткнулись либо по незнанию, либо по запаздыванию и, простите меня, по лене в последнее время. И мы с вами должны выйти на результаты, которые должны уж как минимум потрясти нашу региональную власть. Ну а там видно будет. Дорогие друзья, убежден, что нам это по плечу, что мы все умеем, мы все знаем. Пустячок за одним. Давайте работать. Всем спасибо. Всем силы и здоровья. И, друзья мои, давайте действовать. Время наступило. До свидания.